желаю выйти замуж нетерпением жду вебинар с мамой прошла работает реально благодарю благодарю да конечно понимаете именно какой тут нет такого работает он или не работает да это процессы осознания если по-честному зашел и у тебя есть желание туда зайти он он на самом деле как видите работает если ты зашел туда с ситуацией доказать что это не работает знаете удивительный момент такой вот есть такое понятие квантовая физика такая четверка так называемое четвертое измерение то есть вот жили-были да вот выживание это 2d картинка да то есть ты постоянно находишься в картинке 2d плоскости вот жить житие да это уже такая картинка 3d да то есть она такая уже в объеме более-менее еще ситуация 4d это такое уже знаете как 10 класс и вот одни интересные товарищи не помню как это согласно как это называлось конференции вот честно говоря плохо с городами они начали они провели такой интересный опыт они начали смотреть на электрон и когда начали на него смотреть вначале они хотели доказать что он частица а потом захотели доказать что он волна и вот в первом варианте он был частицей во второй он был волной и поэтому вышла такая очень интересная гипотеза наверное да наблюдатель создает наблюдаемое все что вы наблюдаете все создается вопрос что вы наблюдаете об этом правда еще один очень интересный мудрец сказал 2000 лет назад да и поверьте вашей вам дано будет но то что он сказал не все его слышат все все во что вы верите всегда происходит с вами даже можно по-другому сказать вот все что сейчас данный момент творится вокруг вас это все по вере вашей это в то что вы наблюдаете и вот как раз начало этого прямого эфира я как раз говорил именно об этом да что вначале вы должны себе разрешить потом решить что вы готовы а уже после этого открыть опыт постоянно всех жалею иногда во вред себе что с этим делать откуда это юлия юлия слова жалею жалю я беру такой штык такой железный такой большой 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 железный штык в огонь его ставлю а потом делаю так как называется жалеет на перестаньте вы жалеть пусть каждый возьмет ответственные за себя ведь внутренний взрослый не внутренний родитель простите внутренний родитель так раз взять ответственность самого себя вот именно он дает возможность и растравмировать ребенка, и растравмировать взрослого. Но только единственный момент, этот внутренний родитель должен прийти к осознанию, что все, что происходит, все происходит только из него. Да, и тогда вот эта великая мудрость того самого мудреца, да, который сказал, что молиться надо так, да, да будет воля твоя. А через кого воля может идти-то на землю? Когда букву Я убрали из первой в последнюю, да, и поубирали очень много с разных учений слова Я. То есть все, что в жизни в твоей происходит, идет через тебя. И по вере твоей, это тебе дано будет, да? Да будет воля твоя через кого? Через меня. Как на небе, так и на земле. А за это хлеб наш насущный дашь нам днесь. А за это, если ты будешь дарить свет, как на небе, так и на земле, взяв за себя ответственность, прежде всего, то любое желание, которое ты пожелаешь, разрешив себе, осознав, что ты готов получить это желание, да, и открыть новый опыт, я открываю новое проживание в своей жизни, происходят очень удивительные аспекты. Очень удивительный аспект. А так можно, ну, искать духовность можно сколько угодно. Ну, правда ее можно искать очень долго, да? Потому что в этой поиске духовности мы постоянно, постоянно ищем то, чего никогда не теряли в свою жизнь. Но мы уже живем. А если идти дальше уже в 4D, да, то что ты и есть сама жизнь-то. Кто видит-то эту жизнь? Но так получается, что тебя уносит. Уносит в поиске того, чего, что ты есть. Вот эту естьность. Зайти и осознавать ее. Просто, что она есть, как опыт. Не ловить, что происходит вот здесь, вот в этой вот круговерте, да, а в каком состоянии ты сейчас находишься. И почему тебя снесло в это состояние. То есть начинать осознавать самого себя, саму жизнь. Потому что твои ощущения и чувства, это и есть сама жизнь. И когда ты начнешь это осознавать, ты становишься волшебником. Ты начинаешь хлеб наш насущный получать за каждый день. Вопрос реши, сколько тебе этого хлеба на каждый день-то надо? Хлеб, это же благосостояние. Благо. Бог. Хлеб всему голова, да? Муж прошел медитацию деньги, как подарок судьбы. Вылезла ситуация из детства, когда родители очень ссорились и крушили дом на глазах детей. Когда приходили большие деньги в семью, саматец, что делать? Принимать эту ситуацию? Там же есть обиды на папу, обиды на маму, есть вебинары. Они есть на сайте. Вы можете, он может зайти, посмотреть. Если он прошел медитацию деньги, как подарок судьбы, то есть что ему мешает простить себя в этих моментах, вытащить себя в того мальчика из этого краха, когда родители крушили дом. простить себя в нем. То есть это они, это они тешились. Дети-то здесь совершенно были ни при чем. Но ребенок себе прописал этот сценарий, теперь нужно его просто растворить этот сценарий. Вот я как раз и говорил, что вот эта медитация, она очень хорошо, найти вот эти вот глубокие, истинные сценарии, которые мешают вам получать деньги. Да, это так. Здорово. Благодарю, прям благодарю Анастасия. Эдгард, работаю учителем в школе с инвалидами. Устала. Но не знаю, правильно ли я поступаю. Ведь я им помогаю. Ощущение, что потеряла себя. В голове каша, не зная, чего хочу. Вот, вы знаете, вы делаете, правда, очень такое, ну, очень святое дело, да, потому что, ну, это их инвалидами, наверное, назвать нельзя, да. Это дети. Это прежде всего дети, да, просто у них произошли свои ситуации, свои моменты в жизни. Да, это не самый легкий труд. Поверьте, да, я, ну, я просто знаю, потому что мы когда делали, там, примутся, у меня идея же, прибор школьного психолога, да, и мы брали группу ЗПРовцев. Да, они такие интересные дети. У них у каждого своя судьба, у каждого свои моменты. И там, да, я понимаю, как учителя устают. Посмотрите, а ваше ли это, да, то есть ваше ли это ноша. Сможете ли вы себя? Ну, до конца. То есть вы не разрушаете ли вы этим себя? Посмотрите, найдите вдохновение. Если этого вдохновения нет, вы вправе сами поступить так, как вы считаете нужным. Я не даю совета, что нужно делать. Я правда не знаю. Вот, я думаю, что прежде всего, чтобы что-то поступить, узнайте, о чего вы хотите. Все-таки сядьте и подумайте. Вот медитация благодарности, там есть ясность и подлинность, да. То есть это создано только для того, чтобы осознать, о чего вы хотите. То есть все начинается с одного вопроса, о чего я хочу. А вот слово «не знаю», оно не работает. Это знаете, как говорит Вера Леонтьевна, мой учитель, да, «знаю, но не скажу». Значит, надо просто посмотреть. Посмотрите с другой стороны, а каким вы не хотите быть в таком случае. Потому что если вы узнаете, каким вы быть не хотите, вот они все ваши травмированные образы, которые не дают вам возможность узнать, чего вы хотите. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова